Отношения меняются в зависимости от складывающейся политической ситуации. Это понятно, что в основе более того, когда власть вынуждена была предпринимать какие-то шаги, которые явно идут в разрыв с советской традицией, они естественно более благожелательно относятся к тому, что ей этой традиции противостояло. Очень характерно, почему 2014 год, эти украинские события. Совершенно очевидно, что появилось некое поползновение на собирание. А кто создал Украину? Да, сразу понятно. Большевики создали Украину, ее украинизировали, все это сделали. И когда, естественно, более того, у некоторых появилась даже надежда, что сказав А, значит власть вынуждена будет сказать Б и сказать, что мы, собственно, кто такие большевики, почему мы должны признавать вообще то, что они сделали. Но на это власть не пошла, потому что ей казалось, что она утратит всякую легитимность, потому что легитимность нынешней власти базируется на ее происхождении от советской власти. И вот этого они испугались. Хотя, казалось бы, некоторые обстоятельства их к тому толкали. Вот. Но в ходе, действительно, в ходе развития некоторого протестного движения, да, изменилось отношение к революции как таковой, что революция это вообще плохо, что вообще всякая революция плохо. Вы совершенно справедливо заметили, что Ибана так вот стала пониматься, именно поэтому, вот, значит, столы Ибана подняли, кто-то только не ассоциировал его, значит, вот, что кому-то нужны, значит, великие, значит, потрясения, она нужна великой России, вот, значит, вот, поставили, значит, памятники его там и Белого дома. Ну, непосредственно близостер памятник отверцан, значит, революции пятого года. Ну, это, конечно, ну, вот, да. И, собственно, если с чем-то и будет связан когда-то изменение вот этого тренда, то именно с политической необходимостью. Ну, это поколение, которое сейчас стоит в власти, оно еще эти гилии советские не может сбросить, ну, психологически это в них с молоком мазерки сосны, да, все этого, не могут они отречься. Но есть предположение, что новые поколения, которые не связаны вот в такой степени, которые выросли вне индоктринации советско-коммунистической, этому поколению вот эти соображения мешать уже не будут. И если возникнуть ситуацию, при которой надо будет поступать, так сказать, исходя из интересов российской государственности, то, собственно, или поздно будет осознан, а что, почему, собственно, мы должны признавать вот то, что какие-то международные преступники нам тут учинили, а то, а чем нам обязаны? Не обязаны признавать. Вот. То есть, вполне возможно, что именно, я думаю, что только таким путем и возможно возвращение к правоприемству исторической России. Спасибо за просмотр! Друзья, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на наш канал Медиапроект «Русский контур», ставьте лайки и пишите комментарии. И до новых встреч!